Начало Билл Саймонс не считал себя неудачником. На скользком и ухабистом пути оперативного сотрудника разведки фортуна не раз осеняла его своим крылом. Случались, правда, и провалы. Последний выплеснулся на первые полосы газет вместе с фотографией Билла, запечатленного в момент проведения тайниковой операции. Провалившихся разведчиков в зависимости от наличия или отсутствия у них влиятельных связей либо выдвигают в начальники, либо задвигают на преподавательскую работу. У Билла связей не было. Он сделал себя сам, и потому его без промедлений и колебаний слили в одну из спецшкол ведомства, которому в обозримом будущем предстояло стать самой могущественной разведывательной службой мира. Шел 1947 год, год основания ЦРУ. Билл легко вписался в новый коллектив и, засучив рукава, принялся за работу, поскольку справедливо полагал, что карьеру можно сделать на любом месте. К своим воспитанникам он относился с тихим презрением, хотя все они казались ребятами толковыми и сметливыми. Ему было наплевать на то, что каждый из них, прежде чем попасть в спецшколу, прошел сквозь сотни тестов, придуманных яйцеголовыми психологами, никогда не работавшими в разведке. Он знал, что разведчика нельзя воспитать в спецшколе, как нельзя воспитать в ней поэта. Разведчикам и поэтам надо родиться. Это от Бога. А, быть может, от дьявола. «Я вам покажу, супермены паршивые, чего стоит любой из вас», — думал он. «Дайте только срок». Тест, предложенный Биллом, был прост и гениален. Руководство после некоторых колебаний разрешило ему провести эксперимент. Однажды после завтрака Билл усадил два десятка своих питомцев в автобус, предварительно отобрав у них все документы и деньги, загадочно улыбнулся и велел водителю ехать на запад. «Куда именно?» — поинтересовался шофер. «Все равно», — ответил Билл. «Ехали долго». Останавливались дважды, для обеда и ужина. Говорили о чем угодно, но только не о предстоящем деле. В разведке так принято. Начальство само знает, когда открыть исполнителям тайну предстоящей операции и поставить задачу. Последней ночью остановились на окраине маленького сонного городка. В салоне автобуса вспыхнул свет. Билл обвел лица курсантов испытующим взглядом и сказал. «Вот что, ребята. Сейчас вы покинете автобус и разойдетесь в разные стороны. Через неделю каждый должен вернуться в учебный центр, имея при себе не менее 500 долларов и документ, удостоверяющий личность. Разрешается все. Не разрешается одно — приступать закон. Пользоваться моим телефоном можно в крайнем случае. Гудбай, ребята. На вас смотрит Америка. Вылезайте-ка на дорогу, и да поможет вам Господь». Ошарашенные курсанты молча покинули автобус, который тут же развернулся и уехал. Прошла неделя. К концу установленного срока в шпионскую «Альма-Матер» вернулись семнадцать изрядно исхудавших и пообносившихся подопытных суперменов. Двоих пришлось вызволять из полиции, а один так и вовсе не явился. Это был курсант под номером 007. Его Билл считал самым неспособным и питал к нему хорошо скрываемую антипатию. Никто не принес 500 долларов, а кое-какие легализационные документы добыли немногие. Читая отчеты своих учеников, Билл ругался и плевался «Сукины дети». Они думали не о том, как подойти к интересному объекту, как создать предпосылки для внедрения в нужные круги. Все их помыслы были направлены только на то, как набить брюхо. А где выдумка? Где изобретательность, полет фантазии, вдохновение, наконец? Один добыл деньги посредством таскания тюков, ящиков и картонных коробов с товарами на пристанях и в супермаркетах. Жалкий пошляк. Другой торговал рецептами эликсиров от импотенции и бесплодия. Мошенник. Жаль, что тебя не упекли в каталажку. Третий принял участие в состязании любителей свиных бифштексов и одержал победу слопов шестнадцать кусков жареного мяса, о чем получил соответствующее свидетельство. Пустую бумажку с изображением поросячьей хари. Конечно, голод не тетка, но почему голодный так стремительно опускается до уровня скотины, отшвыривая интеллект в сторону, как ненужный хлам? Четвертый всю неделю вкалывал при кухне армии спасения, был сыт и заработал на билет до места дислокации учебного центра. Для чего же ты, придурок, оканчивал колумбийский университет? Пятый читал лекции о том, как одержать верх в борьбе за существование и добиться успеха у противоположного пола. Вступил в клуб друзей белой хризантемы, приложил к отчету членский билет клуба. Неплохо для начала, но документ без фотографии не документ. Седьмой вернулся, доложил по телефону сержант с проходной. Выгреб все-таки кретин, раздраженно бросил бил, швыряя трубку и не зная радоваться ему или печалиться. Этот парень, на чьем лице дебильство удивительным образом уживалось с хитростью и наглостью, ему определенно не нравился. Он подошел к окну и оторопел от изумления. Длинный пепельный линкольн тихо шурша шинами вкатился во двор и замер в десяти метрах от билла. Из машины вышел седьмой. На нем был отличный костюм, белоснежная сорочка и галстук бабочка. Он выглядел как истинный джентльмен. Лениво потянувшись, зевнув и сделав несколько упражнений для разгона крови, курсант направился на доклад к шефу. Поздоровавшись, выложил на стол пачку зеленых банкнот и водительские права, которые в штатах вполне заменяют паспорт. «Где ты все это взял?» спросил Билл, успевший опустить на лицо маску холода и спокойствия. «Я трахался с богатыми старухами, сэр», ответил седьмой без малейшего смущения. «Так, рассказывай все по порядку». «Мне очень хотелось есть. Меня прям-таки шатало от голода. Я прошел много миль, но так и не смог добыть какой-либо пищи. И тут на пути моем возник храм, и я подумал, что это Господь дает мне последний шанс. Я вошел в церковь и, опустившись на колени перед распятием, принялся усердно молиться, прося Господа о хлебе насущном. Однако чувство голода отвлекало меня от молитвы. Я поднял голову и увидел рядом пожилую женщину в черном. Она молилась истово, страстно. Так молятся только великие грешницы, сэр. Она почувствовала, что на нее смотрят и подняла голову. Мы встретились взглядами, и я сразу понял, что ей надо. Из церкви мы вышли вместе. Она хорошо кормила меня, а через двое суток отпустила, сунув мне в карман триста долларов. И я пошел от храма к храму, безошибочно находя среди молящихся своих клиенток. Билла охватило чувство годливости, и он вспомнил знаменитый постулат о том, что разведка это грязная работа, которую надо делать чистыми руками. Кто подарил тебе машину? Вдова сенатора Колериджа, сэр. И права тоже она достала. Это очень добрая женщина, сэр, хотя в постели сущий зверь. Она обещала положить в банк кругленькую сумму на мое имя, если я буду навещать ее дважды в неделю. Вы мне позволите это, сэр? Не позволю. Деньги сдай в кассу. Линкольн будем использовать в оперативных целях. Седьмой вздохнул. Почему ты так осунулся? Тебя ведь хорошо кормили. Это тяжелая работа, сэр. Бабульки не хотели отдавать своих денег зазря. А сколько лет вдове сенатора? Лет сорок пять-сорок семь. Какая же она старуха, болван. Но мне-то она в матери. Билл скорчил брезгливо гримасу и покачал головой. Если отвлечься от этической стороны вопроса, то ты обошел всех на два корпуса, бездельник. Получишь благодарность и денежный приз. Иди отсыпайся. Отчет напишешь после. Билл рассказал о приключениях седьмого мистеру Филби, советнику из Сиса. Тот смеялся от души и пожелал своими глазами увидеть будущего супершпиона. Чересчур атлетичен, бросок, но по личным качествам почти готовый нелегал, подытожил Филби свои впечатления от знакомства с седьмым. Ничего, что у него левое ухо больше правого. Такая особая примета маскируется прической. Странное выражение лица у этого субъекта — симбиоз тупости с прохиндейством. Люди с такими лицами частенько выбиваются в президенты, премьеры или диктаторы. Непонятно, зачем его понесло в разведку. С вашего позволения, мистер Саймонс, я расскажу о его похождениях моему лондонскому приятелю, который после выхода в отставку намерен заняться сочинением детективов. Оперативная биография Седьмого сложилась удачно. Везде, где бы он не появлялся, его уже ждали. Противник то и дело подставлял ему свою агентуру, напичканную дезинформацией, поэтому он никогда не проваливался. У начальства Седьмой числился в маяках. Сейчас он на пенсии и заканчивает мемуары. Что же касается его литературного и киношного двойника, то тому повезло куда больше. Молодой и здоровый, он до сих пор бодро шагает по полотняным бродвеям киноэкранов, разбивает табуретки о головы чекистов и лишая невинности юных и очаровательных агентес КГБ. Его оперативную кличку, короткую и звонкую, как выстрел, знает весь мир. Мы русские пока не смогли никого противопоставить ему. Штирлиц не в счет. Это герой совсем иного плана. Он разведчик-мудрец, разведчик-философ. Думай, соображай, размышляй, дерзай, сотрудник российских спецслужб, если природа одарила тебя легким и быстрым пером. Слово за тобой!